После того, как по телевизору показывали фигурное катание, мышонок-крошка твердо решил освоить этот красивый вид спорта. — Купи мне коньки, мама, — сказал он. — Я хочу стать фигуристом. — Куда тебе? — замахала мама лапками. — Упадешь, разобьешься. — Это я упаду? Это я разобьюсь? — настаивал на своем мышонок. — Вот увидишь, я еще чемпионом стану. — В одиночном катании. Купила мама своему крошке новенькие блестящие коньки. И отправился он на каток. Вышел на лед, а лапки разъезжаются в разные стороны. Не удержался крошка и растянулся на льду. Поднялся и снова шлеп. Встал, отряхнулся и покатился. Катится, а остановиться не может. — Посторонись! — кричит. — Уходи с дороги! А на катке в это время соревнования юных фигуристов проходили. Мышонок вовсе не знал об этом. Он летел без остановки. Все кружилось, смелькало, плыло у него перед глазами. Крошка ничего не видел, ничего не слышал, ничего не соображал. Кролик-кочерыжка как раз заканчивал выступление, когда на него, откуда ни возьмись, наскочил мышонок. Кролик чуть не упал, но все-таки успел подхватить и поднять над собой маленького крошку. Скорость мышонка передалась кролику, и они стремительно закружились под веселое одобрение публики. Спортивный судья Ослик-алфавит растерялся, так как вместо одиночного катания кролика-кочерыжки вдруг получилось что-то другое. Но судья быстро нашел выход из трудного положения. В парном катании чемпионами ледяной конькиняды стали кролик-кочерыжка и мышонок. Мышонок. Как тебя зовут, мышонок? Крошка. И мышонок-крошка. Под аплодисменты зрителей объявил судья. Победители награждаются памятными подарками. Тут заиграла музыка, все стали поздравлять кролика, мышонка. А потом, когда зрители успокоились и наступила тишина, мышонок-крошка подошел к микрофону и пропищал тоненьким голоском. Несмотря на то, что мне повезло стать чемпионом, я все равно научусь на коньках кататься. Вот увидите.